МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новина региона» у студии Алена Мелещанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. 30-го студия завершается проверка документов, которые поступили в территориальной и округовой выборчей комиссии. Социальная сфера Могилёшина подвела выники за год и окреслила новые задачи для выконания. Больше за 150 военно-патриотичных клубов для подлетков працуют на Могилёшине, по одним из них побывали наши корреспонденты. Про это не только. Далее в программе. Подрыхтовка до поселной нового сезона – одна из наиважнейших задач, которые сегодня стоят перед вязковцами. Усягод до будущего агросезона на Могилёшине необходимо под надромынтвати маль 2600 одинок сельгазтехники и обсталевания. 1200 одинок до 1-го лютого. Однако, по оперативной информации, некоторые районы значительно отстают от графика и тягнут за собой усю в область. Это Мехдвор – предприемство Урачански Славгородского района. Отсутность господарчиха подыходу прикметна одразу. Хоть работы по ремонте техники должны были начаться в листопаде, еще несколько дней тому в графе «Выконанная работы» был ноль. И это при том, что держава делает все, чтобы помочь вязковцам. На думку специалистов, проблема у подыходе до справы и организации працы. Наприклад, в Урачанским только после шматликих напоминов начали ремонт. И в Баране заменили аж 8 зубов. Яны прикметны по новых гайках. При этом новые запчастки валяются на складе. На улице ржавея пятикорпусный плуг. Хоть и он уже мог быть давно отремонтованы. Нема працы навод там, где не потребуется укладанню и новых запчасток. Для того, чтобы работала доска, она имеет износ. Она четко видна здесь. Ее здесь толщина нормальная, здесь это целый. Ее просто надо взять и перевернуть. Еще использовать повторно для работы. Но вместе с тем это не делается. Декучим причина такой обаяковости до справы. Докладного отказа у господарцы мы не отремали. На примере вот этого плуга. Да, полевая доска износилась, ее необходимо конструктивно. Она предусмотрена, что ее можно поменять местами. Но почему они ее не переворачивают и не меняют уже три месяца? Нет, они сейчас уже, они только буквально два дня приступили к ремонту этого плуга. Поэтому я думаю, тут все мы сделаем так, соответственно. Но должны были раньше. Ну, к сожалению, да. Должны, но вот исходя из этих производственных, так сказать, вопросов, которые, ну не сделали. Додатковая, напоминус, потреблялся и для працы у господарцы привольной агро. Спочатку тут стратили час, а заразы мкнутся его нагнать ауральными методами. Все механизаторы с отпусков отозваны для скорейшего ремонта данной техники. Соправданных господар о посевной будет думать уже под час уборочной. А лет шаму в Слахвардском районе не выконывают своих же планов и теперь за неколький день спробуют заработать то, что повинны были за некольки месяцев. Сейчас, буквально в ближайшее время, мы это отставание устраним. И 15 марта то, что поручение губернатора, вся техника будет стоять на линейке готовности. Полностью отремонтирована. Но выводы на будущее сделаем, чтобы такое пред не повторилось. Якость будет выше, когда працы ведутся спокойно и по графику. Это ведомо всем. И заповнивание керавников господарки районов об выконании заданий повинны быть безумовными и не выкликать сомнений. Тогда будет толк. Есть вопросы по выконанию графика и Крышевским районам. Графику нам необходимо отремонтировать до 1 числа 48 единиц. 38 сегодня готовы. Люди организованы, работают в выходные дни. Двойная оплата установлена. Я считаю, что Крышевский район ни разу не подводил с ремонтом техники. И задание, которое было дано губернаторам, оно должно быть выполнено. Оно не обсуждается, оно выполняется. В перших алютаха будет ясно, кто с района устремает слово. Але на кольки великие шансы у тых, кто отстает. Отстают от графика очень сильно. Это у нас Славгородский район, Чериковский район, Осиповичский район и Хотимский район. Причина, что в отдельных сельскохозяйственных организациях была налажена работа по ремонту сельскохозяйственной техники. Хотя все возможности для того, чтобы ее подготовить, имелись. И, в принципе, обеспечить выполнение графика. Усе необходимое для якосного и своечасового ремонту техники в области есть. Потребны только дисциплина, отказность на местах и твердое слово керовников. Андрей Скарабагатов, Юрий Аласов. Новина региона. 30-го студеня завершается проверка документов, которые поступили в территориальной и округовой выборчей комиссии, а до особей, которые должны вылучшаться в качестве кандидата в депутаты. По выникам этой работы принимаются решения об регистрации кандидата в депутаты Палаты представников и в местные советы. В Мстиславском районе у приватности для выборов депутатов у районный совет сформированы 25 округов. От особей, которые должны вылучшаться в качестве кандидата в депутаты, поступило 55 комплектов документов для проверки на кондотповедности белорусскому законодавству. Подходим к конечному итогу, к 25-му единому дню голосования. Ну и как бы хотелось бы напомнить избирателям, что в этот день граждане, которые будут голосовать в сельской местности, получат 4 бюллетня. То есть это будет в сельский совет, в районный совет, в областной и в парламент. В районный центр получают, соответственно, 3 бюллетня, которые это районный, областной совет и парламент. Больше за 237 тысяч рублей собрал в Могилевске областный доброченный марафон «Согреем дитячей сердце». Акция завершится 31-го студеня. Уже зараз организаторы готовы назвать марафон «Поспеховой доброченной подеей». По 200 выники доброченной акции «Согреем дитячей сердце» приехало больше за 100 человек. Организаторы отзначают, в этом году марафон особливым зарабила миновита колькость удельников, и она выросла у некольки разов. Дякую, что огульные працы собраны гроши ухопилы, как выконать важные мары детей. Адресную допомогу отрымали 10 семей, займей свою поддержку и проект «Надея». В 2023 году был основан проект «Надежда», который организовал Белорусский детский фонд «Могилевское отделение». И наши мамы, наши семьи с особенными детьми получали лечение и отдых, и оздоровление в детском оздоровительном центре «Надежда». Центральный подей акции «Черговый год» становится марафон на телеканале «Беларусь-4 Могилев». У прямого эфира студию наведали некольки десятку детей и доброченники, представники предприемства, громадских объединений и бизнеса. Собрать отрымалось больше за 130 тысяч белорусских рублев. Марафон этого года показывает, что действительно идея работает настолько, что сердца людей откликаются, откликаются с такой отзывчивостью, что позволяет нам, сотрудникам детского фонда, радовать детей. Выники подведены, але по раннейшему есть те, кто потребует до помоги. Тому доброченную традицию марафону планують протягнуть и в Новом годе. Гардиегору Александр Тарасовна, Венергиона. По выниках 2023 года на Могилюше не забеспечена стабильная работа социальной системы. Про это говорили на коллегии комитета по праце, занятостей и социальной обороне облаконкама. Выниковость работы всей системы социальной обороны населенства – это досягнение ее подразделениям и специалистов, каждого на своем узровне. Мы представляем учреждение Славгородский районный центр социального обслуживания населения. На данной выставке вы видите работы, изготовленные в отделении социальной реабилитации, абилитации инвалидов и обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Один знакерунг кудейности подразделениям службы – это адаптация у громадствия, социальная коммуникация людей с обмежеванными махчимостями. И у этого добро допомагает творчесть. Работники социальных установок разом с подопечными с Гонором представляют плен своей праце на великую публику. У нас кружок довольно-таки такой развитый, работаем мы в разном направлении, с разными техниками, довольно-таки интересными. Именно изучаем различные виды искусства. То есть не просто хейдмейк, а именно виды искусства. Выставка наша называется «Прикосновение к природе», чтобы знали посетители нашего центра, которые принимали участие в создании экспонатов для этой выставки. Создавали мы их вместе, для того, чтобы они хорошо знали всех животных, кто населяет нашу республику. Как прогучала на коллегии, за 2023 год Могилевской области удалось выкинать усеи ведомственные державные программы. Реализованы прогнозные показчики. У приватности для инвалидов стали доступны 115 объектов инфраструктуры. Протягивалось динамичное развитие системы социального обслуговывания. Надо отметить, что область сработала очень динамично. По всем показателям наблюдается динамичный рост. По таким важным, как трудоустройство населения, как рост реальных денежных доходов населения, как рост заработной платы. Мы везде видим, что Могилевская область, так скажем, приросла. Планы на этот год не меньше масштабные. Это увядение системы долгочасового догляду, развитие оказания социальных и медицинских послуг дома и шмат иншого. Главная задача – оказать необходимую допомогу и поддержку каждому, кто в этом имеет потребу. Ганна Петрова-Куминская, Александр Артемьев. Новина региона. В установах адукации Могилевшины створены 156 военно-патриотичных клубов. Там занимаются больше 1200 подлетков. Такое объединение по интересах военно-патриотичный клуб под назвой «Шчит» працует и в школской гимназии. Занятки военно-патриотичного клуба «Шчит» у школской гимназии наведывают хлопцы-старшеклассники. Сегодня в клубе ведутся разговоры про планы на поступление в высшейсяй научной установе. Натурально, что интересы у выпускников самые разностайны. От 2022 года военно-патриотичное выхование у средних научных установок одновилось. Их участка – военно-патриотичные клубы для подлетков. На этих занятиях они ознакомливаются именно с историей Беларуси, с военной историей, чематикой. Повышают свои спортивные качества именно. Займаться в клубе «Шчит» можно что дня. Спортивные гульни, строевая подрыхтовка, а так само стрельба. И я едут лечить основотворные частки программы военно-патриотичного выхования. Хлопцы учатся метко стрелять и у них отрымливается. Я хожу сюда, чтобы стать истинным патриотом, овладеть умениями стрельбы и все, что мне потребуется в будущем, если я пойду служить в армию. Да и к тому же хождение в тир – это отличное повышение координации, выдержки. У вас получается метко стрелять? Да, достаточно хорошо. Все-таки не первый год. Прикодится ли вам это умение в мирной жизни? Надеюсь, нет. Но, тем не менее, в общем-то, иметь хорошую выдержку – это тоже неплохо. Все, чему учатся в военно-патриотичном клубе, уповнены его керавники-удельники, обовязково будет дариться у звичайным мирным життей людей. Илона Иванова, Юра Уласу, Виталий Аксейнка. Новины региона. Областный тур интеллектуально-забауляльных гульни молодежных квиз завершился в Могилеве. Больше за 120 хлопцев и девчат. Активистов БРСМ споборничали у логицы, эрудиции и ведений истории Беларуси. Первый отборочный тур молодежного квиза отбылся еще в листопаде. Им приняли удел некольки тысяч старшеклассников. Как Могилева, так и район. Усеяные активисты БРСМ. Причем организаторы отзначают молод сельских, школ вельми активные и метанокерованные. Например, лета с областным этапом переможцам отзначенный Хотимский район. Все лето на области 16 команд усеяны переможцы районных этапов. Квиз – суршастный формат викторины. Сегодняся род молоди, мая особливую популярность. Сегодня проходил молодежный квиз. Мне очень понравилось, потому что мы часто принимаем участие в подобных мероприятиях, интеллектуальные конкурсы. Я получила массу приятных эмоций. Какие мероприятия развивают круг даже того же общения и так далее. То есть свой интеллектуальный разум. Мероприемство складалось из шести блоков. У каждого по шесть питаний на певную тематику. От логичных задач до питаний по белорусской истории, выбитных земляков, брендов и іншого. Для отказа дается 30 секунд. Мне очень нравится дух соперничества. Люблю участвовать в таких интеллектуальных мероприятиях. Очень забавляет, интересно. Узнаю что-то новое всегда. Особенностью этого тура молодежного квиза является то, что вопросы составлены были так, что они включали в себя не только программу школьную, но и также, что немаловажно, были включены вопросы по патриотическому воспитанию молодежи, по жизнедеятельности. То, что сегодня очень активно интересует молодежь. Увы, нику первое место заняла команда Могилевского областного лицея номер один. На другом и третьем – 38-я школа Могилева и городская гимназия. Активная молодежь, да, она, так сказать, собралась в одно место, и можно как бы познакомиться с этими ребятами, может, какие-то там советы, там, идеи какие-нибудь можно будет взять. Вот так просто познакомиться и с такими людьми, с такой молодежью, которая тоже любит и готова развивать страну дальше и дальше. И уже совсем худ, как переможца областного этапа поедет представлять Могилюшину на республиканским туры. Алена Милюшчанкова, Леонид Сикорин, Новинрегиона. Студень завершается лагодным надворьем. По слову синоптика, у сираду без опадков слабый ветер, уранницы туман и температура поветра в день плюс один, плюс пять градусов. Я на этом с вами развитываюся. Дякую за увагу и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok